Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Галатом на библейском интернет-портале экзегет.ру и сегодня мы с вами рассмотрим заключительную шестую главу. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Что означают эти слова, чтобы не быть искушенным? Ну, понятно, что человека согрешающего необходимо исправлять в духе кротости, но апостол прибавляет, наблюдая каждый за собою. В духе кротости наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Апостол Иоанн Златоуст пишет об этом следующее. Цитата. «Как богатые подают бедным милость у него, чтобы если и им самим придется впасть в бедность, получить то же от других, так должно поступать и нам. Потому он и представляет и необходимую причину, говоря, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. При этом он еще и защищает согрешающего, во-первых, словами «если и впадет», которыми указывает на великую вещь души, во-вторых, словами «чтобы не быть искушенным», обвиняя более искушение демоническое, нежели нерадение души». То есть, свидетель Иоанн Златоуст здесь говорит о том, что «никто из нас не застрахован то, чтобы не впасть в какое-либо согрешение». И поэтому здесь, скорее, звучит больше даже и заповедь блаженства. «Будьте милосердны, как Отец ваш небесный». То есть, будем милосердны к человеку согрешающему, будем исправлять его не упреком, не каким-то жестким обличением, дабы удовлетворить свое какое-то тщеславие. Но, как и призывает нас к этому самый Спаситель, «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Будем помнить всегда, что и Спаситель нас спас не упреком, не законом, не просто какими-то правилами, а своим смирением и смертью, и смерти крестной, и святым воскресением. Итак, далее известный нам текст «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Это означает, пишет Федорит Кирский, что ты имеешь один недостаток, но не имеешь другого, с ближними же твоими наоборот. Ты перенеси его недостаток, а он пусть перенесет твой. Таким образом исполняется закон любви. Ибо любовь назвал апостолом законом Христовым. Христовы эти слова, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Евангелие Таана, 13, 34. Есть интереснейшая в Древнем Патерике история, когда два брата жили вместе в монашеской келье, и часто с ними случалась такая распря и ссора. Они ссорились по мелочам, там не могли поделить, например, одну чашку или не могли поделить одну книжку. То пришли они за советом Кави и спросили, что им делать. И он им дал такой совет. Когда ты видишь недостаток брата, потерпи. А ты, когда увидишь его недостаток, тоже потерпи. И они стали так относиться друг к другу. И как сказано в Древнем Патерике, что между ними воцарилась тишина и братская любовь. То есть это хорошая подсказка и нам. Что значит носить бремена друг к другу? Это значит быть снисходительными к согрешениям людей. То есть мы именно к недостаткам, к нетерпению. Кто-то нас крикнул, кто-то там не так положил какую-то вещь. Нужно всегда помнить о том, что и мы можем сделать точно так же. Когда мы говорим, что какие-нибудь обстоятельства в жизни, они нас очень сильно удручают, или люди, которые находятся рядом с нами, мы говорим, это наш крест. Надо его нести. Но нужно помнить, что мы действительно для людей, для каких-то тоже являемся крестом. То есть и нас кто-то терпит. И у нас есть недостатки. Поэтому апостол тут так и говорит, что наблюдая каждый за собой и носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, видите, сразу он предваряет, что нежелание нести, продолжает, нежелание нести бремя человека другого, нежелание терпеть его недостатки, оно вытекает из того, что человек почитает себя чем-то и выше, что якобы вот в нем нет. Я ни в чем не виновен, или я ни в чем не виноват. Как часто можно слышать от людей. И апостол здесь пишет, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает самого себя. Обольщает самого. Это лезть самому себе. То, что называется одним словом прелесть. Лезть самому себе. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. То есть апостол призывает нас испытывать дела, как он пишет, каждый да испытывает свое дело. Что означают эти слова? Блаженный Феофилакт Болгарский пишет так, цитата. «Пусть и следует, — говорит он, — тщательно свои действия. Что? Ведь значит слово да испытывает. Не делал ли он что-нибудь по тщеславию, или по лицемерию, или по другой какой-нибудь человеческой причине, и тогда пусть не хвалится перед другим. А если он не удержится, пусть хвалится перед собою, то есть подвергая суду себя самого. Пусть нынешнее дело считает лучше вчерашнего и величается добрым делом. Но апостол говорит это по снисходительности, а не в смысле узаконения, чтобы мало-помалу уничтожить тщеславие такого рода. Ибо привыкший не тщеславится, как фарисей пред ближними, он скоро перестанет хвалиться и перед самим собой». Конец цитаты. «Ибо каждый понесет свое бремя». Что означают эти слова, что каждый понесет свое бремя? Свидетель Абросим Диоланский пишет, цитата, «В заключении Павел хочет, чтобы гордецы уяснили, никому не вменяется чужой грех, так что никто не должен бояться обращаться, никто не должен бояться общаться с грешником или принимать его, когда тот приходит, чтобы получить пользу». Конец цитаты. Очень важные слова. Что есть, к сожалению, сегодня люди, которые не пережили в христианском мире своего иудейского такого сознания, что иудеи с самарянами не сообщаются, и православные тут с грешниками общаться не будем. Будем помнить о том, что Христос ел и пил с матерями и грешниками. Но для чего он это делал? Не для угождения, конечно же. И святые так поступали. И известно нам из жития святых множество таких историй, когда и святые среди блудников, и блудниц проповедовали, и их за это укоряли, обвиняли, и думали, что они вместе с ними находятся в каком-то сношении там. Но на самом деле они делали это ради спасения их души. И сегодня есть миссионеры, которым часто ставят такие упреки, куда это они пошли, и с кем это они пошли, и с кем это они общаются, с грешниками. Но чаще, наверное, такие упреки звучат от людей, которые не изжили из себя свое такое фарисейство. Иудеи с самарянами не сообщаются. Поэтому апостол здесь так и пишет, что ибо каждый понесет свое бремя, то есть для каждого человека есть свое служение. И далее шестой стих «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Что означают эти слова «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». Святитель Азлатоуст пишет по этому поводу цитата. «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». Здесь апостол говорит уже об учителях, чтобы наставляемые усердно служили им в содержании. Но для чего Христос установил такой закон? А в Новом Завете есть действительно этот закон, чтобы проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9.14. И далее, как сказано, «делись всяким добром». И святитель Азлатоуст продолжает. «Ученик, — говорит он, — не должен ничего считать своей собственностью, но все должно быть у него общее с учителем, ведь он получает больше, нежели дает. И настолько больше, насколько небесное выше земного». Указывая на это, он в другом месте сказал, «Если бы мы посеяли вас духовно, великоле, то пожнем вас телесное». Поэтому и он называет это дело общением, показывая тем, что оно не остается без воздаяния, а благодаря этому и любовь делается пламенее и крепче. Итак, если учитель просит необходимого для жизни, то и получает это, сохраняет свое достоинство. В самом деле, похвалою учителя служит уже и то, когда он так усерден к проповеди, что имеет нужду в помощи других, терпит крайную бедность и презирает все житейское. А если он приступает к миру необходимого, то и теряет свое достоинство. Но не от того, что берет, а от того, что берет сверх меры». Очень хорошее замечание святелян Златоуста отношения к учителям и наставляем словом делись всяким добром с наставляющим. Но замечает, что необходимо и тех людей, которые действительно служат делом проповеди Евангелия, необходимо с ними делиться всяким добром. Но предупреждает, что чтобы не было и такой учитель, который будет брать и что-то запрашивать сверх меры, тот потеряет свое достоинство учительства. Это тоже очень важно. Вообще, тема сама по себе, тема преподавания в наших учебных заведениях, в семинариях, в академиях, она достаточно важна в том плане, что все мы, как писал поэт, все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, но все, кто бы то ни был, какое бы место сегодня он в Церкви Божией не занимал, будь то церковный служитель, священный служитель, епископ или даже святейший патриарх, все так или иначе учились в духовных школах и в духовных семинариях. Я бы хотел сегодня, как говорят, пользуясь возможностью обратить на это внимание в нескольких словах, что хорошо бы нам помнить о своих учебных заведениях и альмаматорах, то, что называется. Помните, не только помните, не только, что очень важно, вздыхать о них в молитвах, но и помнить и помогать им материально. То есть все мы хотим, чтобы у нас была на высоком уровне медицина, все мы хотим, чтобы у нас была на высоком уровне культура, образование и духовность, но почему-то совсем забываем, что именно эти перечисленные профессии, они всегда находятся в каком-то низком материальном, скажем так, низкоматериальной оплате или достойно для того, чтобы человек мог... Иногда бывает так даже сказать, что преподаватель сводит иногда и концы с концами. Разные, конечно, есть, у кого-то есть и какие-то еще доходы, но тем не менее, кто действительно живет и питается от этого, на них нужно бы действительно в наших школах на оклады те самые, на те самые жалования обратить и сегодня внимание, потому что я знаю некоторых преподавателей, которым действительно тяжело, у которых действительно семья. Но когда преподаватель еще священник, здесь немножко полегче в том плане, что священнику что-то там приносят на приходе, да, есть духовный чадо, а вот когда преподаватель мирянин, да, и больше ничем не занимается, кроме как служения словом, здесь, конечно, бывают сложности. Поэтому апостол Павел пишет, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, говорит, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. То есть здесь апостол как бы говорит, что всякое слово, которое вы услышали от проповедующего, это сеяние в вашу душу, и все это будет пожинаться в жизнь вечную. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. И вот важное тоже замечание. Доколе есть время, будем делать добро всем. Да, не только призывает нас там преподавателям, там учителям или всем вообще, но, тем не менее, апостол Павел делает замечание, наипаче своим поверье. Это очень важно, потому что всем, конечно, но наипаче своим поверье. Потому что часто бывает, мы готовы заниматься социальным служением, благотворительностью всем, вот прям всем-всем во все стороны, да. А вот о своих поверье, которые рядом с нами, которые трудятся в разных областях, в том числе и в проповеди Слова Божия, о них бывает, что и забываем. Видите, как много, пишет апостол, написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гонимы за крест Христов. Видите? То есть, опять он упрекает иудеев, что ветхозаветных, которые стали христианами, что они хотят сесть на двух стульях, то есть, они хотят и в синагогах, вот мы обрезываемся, и обрезаны быть как бы своими, и здесь, и туда, и сюда. Поэтому он говорит, что они делают это только ради того, чтобы не быть гонимыми. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. То есть, сказать, вот, да, мы не зря там, и они тоже соблюдают то, что написано в Торе. «А я не желаю, пишет апостол, хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезанное, ни необрезанное, а новое творение, новая тварь, тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощая меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле своем. Благодарить Господу нашего Иисуса Христа, со Духом вашим, братья, аминь». Что это за язва, которую говорит здесь апостол Павел, которую он носит на теле своем? Это те самые раны, которые причиняли апостолу Павлу при разных обстоятельствах его миссионерского служения. Блаженный Иероним Стридонский называет эти стихи, несколько здесь стихов с 15 по 16, 17, 18, как заключительные увещевания ученикам. И вот он пишет, цитата, «Кто после пришествия Христа обрезается по плоти, тот не носит язв Господа Иисуса, но имеет славу в страдании своем. А кто сверх меры перенес удары, был часто в темницах, трижды подвергался, апостол Павел, бичеванию, кого один раз забросали камнями. Да, это целая история, когда, как сказано, и вот так забросали камнями, и думали, что апостол Павел уже мертв. Но он вылез из этих камней и пошел дальше проповедовать Слово Божие о покаянии и спасении. Так бывает и с православными, и миссионерами, и людьми, занимающимися духовным просвещением. Просто эти камни сегодня, они не такие, как были тогда, ну, камни словесные часто летят. Иногда даже за доброе дело. Но здесь, конечно, каждый такой человек должен радоваться, потому что сказано, если только за Христа, главное, чтобы никто из вас не пострадал, как пьяница, человек-убийца, лихоимница и прочее. А если за Христа, то это слава Богу. Так и пишет апостол Павел, что он не хочет ничем хвалиться, раз только крестом Господним. И вот блаженный Ироним Стридонский пишет так. А кто сверх меры перенес удары, то есть, что это за язвы, которые апостол носит на теле своем, это удары, был часто в темницах, трижды подвергаем бичеванию, кого один раз забросали камнями, кто прочее испытал, занесенное в списках деяний, которые заслуживает славы. Тот воистину носит на теле своем знаки Господа Иисуса. Так завершает свое послание апостол Павел к Галатам. И нам это хорошее назидание и наставление, чем нам нужно хвалиться, кого нам нужно проповедовать, чему нам надо радоваться, и о чем заботиться и родить. Итак, апостол Павел так и пишет. А я, говорит, хвалитесь, чем хотите, а я ничем не хочу хвалиться, как он говорит, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, для которым, заметим, для которым, которым для меня мир распят, и я для мира. То есть, действительно, к чему нас призывает апостол Павел, сраспяться со Христом, не сообразоваться с этим веком, а преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.